Помню, как в детстве мама рассказывала об одном средстве от комаров и мошек, которое делал один местный пастух. И оно хорошо помогает не только против комаров, мошек, но также и слепней, и даже от клещей. И сейчас, когда мы выходим в огород, вот вокруг меня находится столько летает комаров, а если наклониться ниже к траве, то там и море мошек. Вот они уже начали грызть меня, помаленечку съедать. Ну и кто с этим сталкивается, ищет такое хорошее средство, народное средство. Или кто выезжает на рыбалочку, на природу, тоже с этим сталкиваются, и вот хочет отдохнуть человека, получается, что вот это все портит, портит хорошим отдыху. Но есть одно хорошее средство, которое 100% помогает. Я думаю, вы догадаетесь, если я дальше скажу об его одном небольшом, но существенном минусе. Это его запах. У него такой мощный и резкий запах, что от него избегают все насекомые. Ну и минус это потому, что есть люди, которым этот запах не нравится. Я думаю, вы догадались, что это за средство. Это березовый декоть. Достаточно просто смазать все места, открытые участки тела. Причем, я не знаю, почему некоторые люди пишут, что декоть, он как будто разъедает кожу или еще что-то подобное. Сколько раз я смазывал руки, лицо, то есть декоть, я не замечал того, что какой-то отрицательный эффект есть. Единственное, я как уже сказал, это запах. Некоторым людям просто не нравится. Я бы не сказал, что он такой прям сильно неприятный. Но есть люди, которые просто не переваривают данный запах. Поэтому вам, скорее всего, возможно, другое средство нужно будет использовать. Ну а так вообще в отношении эффективности, как я уже сказал, 100% помогает. Конечно же, березовый декоть, это не единственное средство, да, эффективное, которое помогает против насекомых. Но это одно из самых лучших. Потому что помогает от всех насекомых. И сколько раз я им пользовался, вижу, что 100% помогает. Мне надо будет еще, конечно, сейчас я смочу себе лицо. Я маленечко, чуть-чуть загорю. Загорю, да, хотя погода сейчас не солнечная. Приобрести данное средство можно двумя способами, да. Первое, это самому сделать его. Достаточно иметь старый самогонный аппарат, да, без сухопарников, такой прямой. Или же что-то наподобие него. То есть тот же самый принцип выпаривания мы делаем. Так как из браги выпаривается и получается спирт, то же самое из березовой коры, да, выпаривается и получаем березовый декоть. Ну и второй вариант, это пойти в аптеку и купить медицинский, да, уже готовый березовый декоть. То есть стоит он дешево, там копейки сущие. Ну, поэтому, так, конечно, решаем, каждый должен сам решать. Кстати, вот я сейчас смазал лицо, руки. Я не знаю, как я выгляжу. Сильно темный, черный там, как негр или посветлее. Со стороны не видно просто. Но, видите, ни один комар. Вот они где-то рядом, вот там, даже не то, что рядом, где-то вот здесь вот летают. Летают, но ни один не приблизился близко, как это было до этого, например. Поэтому спасибо вам за внимание. Посмотрите другие видео на моем канале. Например, я там проводил эксперимент, где проверял, как клещ, да, таежный клещ реагирует на березовый декоть. Посмотрите видео интересное данного эксперимента, из которого можно примерно увидеть реакцию клеща. Ну и подписывайтесь на канал, если не подписаны. Пишите комментарии, делитесь с друзьями. Вам желаю я всего самого хорошего. Конечно же, чтобы эти насекомые вас не кусали, вы могли спокойненько отдохнуть на рыбалке, на природе или на огороде, занимаясь любимым делом. Ну и, конечно же, всего самого хорошего. До скорой встречи.